Узу биллэхи минэс-шэйтанар-рэджим, бисмиллэхи ррахмана ррахим, альхамду лиллэхи раббил ааламин, вассалату вассаламу аля мухаммадин, ва аля алихи ва асхабихи аджма'ин, амма ба'ад, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня мы, иншалла, расскажем о таком величайшем сподвижнике сахабе, как Абдулла бн Масуд, радуяллаху анху. Абдулла бн Масуд, радуяллаху анху, принял ислам еще в Мекке. Он был среди первых, которые приняли ислам. Он был шестым из тех, которые приняли ислам. Причина принятия ислама Абдулла бн Масуд, радуяллаху анху, это то, что однажды Абдулла бн Масуд, радуяллаху анху, когда он пас овец Укбата бни Абиму Айта, пророк, салаллаху алейкум, проходил мимо ибна Масуда. Обратившись к Ибну Масуду, пророк, салаллаху алейкум, сказал, «Я гулям, хал индака мин лебанин тускинам». О, молодой юноша, есть ли у тебя молоко, которым ты смоешь нас напоить? Абдулла бн Масуд сказал, «Да, есть молоко, но я тот человек, которому доверили это стадо. И я не имею права давать кому-то без разрешения хозяина». И тогда пророк, салаллаху алейкум, ему сказал, «О, Абдулла, есть ли у тебя джаза, молодая овца, которую никогда не покрывал самец?» И тогда Ибн Масуд сказал, «Да, есть». И он ее привел к пророку, салаллаху алейкум, и пророк, салаллаху алейкум, провел своей благословенной рукой по вымене этой овцы. Он сделал дуа, и в имя этой овцы наполнилось молоком. Пророк, салаллаху алейкум, надоел молоко в небольшой сосуд, выпил молоко с этого сосуда, дал выпить из этого сосуда также Абу Бакру, рады и Аллаху алейкум, затем пророк, салаллаху алейкум, обратившись к этому в имени, он сказал, «Иклис», то есть вернись в прежний вид, в котором было это вымя до того, как оно наполнится молоком. И тогда вымя вернулось в прежний вид, каким оно было до того, как заполнится молоком. И когда Ибн Масуд увидел эту картину своими глазами, он принял ислам. Эту историю приводят свои книги Ибн Хаббан и Табарани. Ибн Масуд, рады и Аллаху алейкум, был очень смуглым. Цвет его кожи был смуглым. Хафифа ляхме очень худым был, Ибн Масуд, рады и Аллаху алейкум, очень коротким. Так что в книгах говорится о том, что его рост достигал зираа, одной локоть. Рост Ибн Масуда достигал одной локоть. Его голени были очень тонкими и очень худыми. Так что когда один из дней, Ибн Масуд, рады и Аллаху алейкум, забрался на дерево, а рак, для того, чтобы сорвать для себя сивак, в этот момент подул ветер. Ибн Масуд, рады и Аллаху алейкум, из-за этого упал на землю. То есть ветер его опрокинул. Настолько он был легким. И тогда сподвижники, которые видели все это, они начали улыбаться, смеяться. Но это они делали, не проявляя к нему пренебрежение, а удивляясь тому, что он настолько был легким. И тогда пророк, саллиллаху алейкум, сказал, «Мимма талхакун». Над чем вы смеетесь? Почему вы так смеетесь над Ибн Масудом? И тогда они сказали, «Я Расул Аллаху мин диккати сааааа». О, фасаник Аллаха, мы смеемся над тем, что у него голень очень тонкий. И тогда пророк, саллиллаху алейкум, сказал, «Валладзий нафси бьедии лахума филмизани афкалу мин ухуд». Клянусь свящим Аллахом, во власти которого находится моя душа, его эти голени, они тяжелее перед свящим Аллахом, чем гора в ухуд. Сподвижник Ибн Масуд, раду и Аллаху анху, он также был обладателем тайны пророка, саллиллаху алейкум, пророк, саллиллаху алейкум, ему доверял определенные вещи, которые не доверял другим. Также Ибн Масуда, раду и Аллаху анху, называют саллиллаху алейкум, обладателем обуви пророка, саллиллаху алейкум, саллиллаху алейкум, потому что он всегда, когда пророк, саллиллаху алейкум, снимал свою обувь и садился, он брал эту обувь и надевал на свои руки. Он носил обувь пророка, саллиллаху алейкум, когда пророк ее снимал. Также его называют носителем сивака пророка, саллиллаху алейкум, саллиллаху алейкум, все, что необходимо было пророку, саллиллаху алейкум, он всегда это держал при себе. Он носил это и всегда находился рядом с пророком, саллиллаху алейкум. Он ходил впереди пророка, саллиллаху алейкум, у него была в руках маленькая палка, посох, и с этой палкой он ходил впереди пророка, саллиллаху алейкум, и убирал все, что могло навредить пророку, если пророк ложился спать Ибн Мас'уд его будил он рядом находился и в нужный момент он всегда будил пророка когда пророк вставал Ибн Мас'уд надевал на него обувь настолько он был тесно связан с пророком У него была одежда одна из лучших от него исходил самый приятный запах и все он это делал проявляя уважение к пророку саналлаху алейху ассалям ведь он всегда находился рядом с ним он хотел чтобы от него всегда исходил приятный запах так как он находится рядом с посланником Аллаху алейху ассалям и Ибн Мас'уда ничего не могло удержать для Ибн Мас'уда не было преграды перед домом пророка саналлаху алейху ассалям он часто он часто послышал пророка саналлаху алейху ассалям Ибн Мас'уд Радуи Аллаху Анху говорил Ибн Мас'уд он считается одним из самых лучших чтецов Кур'ана один из лучших толкователей Кур'ана он говорил клянусь священным Аллахом кроме которого нет достойного поклонения любой аят который находится в Кур'ане который был неспослан священным Аллахом о любом аяте я знаю где он был неспослан и относительно чего он был неспослан и если если бы я знал что кто-то лучше меня знает об этом то я непременно отправился к нему Ибн Мас'уд Радуи Аллаху Анху был из первых кто начал открыто читать Кур'ан среди сподвижников именно он именно этот сподвижник был первым кто начал открыто читать Кур'ан перед Курайшитом это было именно тогда когда было неспослан ссора Рахман когда было неспослан ссора Рахман пророк ссаналлаху алейхи вассалям обратившись к сподвижникам он сказал кто кто прочитает эту ссору я пойду я пойду и прочитаю открыто Кур'ан перед Курайшитом а он знал что из этого будет вытекать что с ним они сделают но все равно не боясь никого кроме священного Аллаха он пошел в общество Курайшитов они на этот момент находились вокруг Кааба собравшись вокруг Кааба подойдя к ним он начал читать ссору Рахман и тогда самые заблудшие среди них Абу-Джахал встал и ударил Ибн Масуда очень сильно так что он рассек ему ухо до крови Абу-Джахал считается один из самых здоровых высоких мужчин он подходит и наносит удар самому низкому самому слабому сподвижнику из-за этого удара у Ибн Масуда оттого что этот удар был сильным из глаз потекли слезы увидев это пророк очень сильно опечалился в этот момент пророку спускается Джибрил с улыбкой и тогда пророк саллиллаху алейхи вассалям говорит анта тадахаку ибн масуд ябаки ты улыбаешься а ибн масуд плачет и тогда Джибрил алейхи саллиллаху говорит ты узнаешь по посланнике Аллаха почему я улыбался ты узнаешь позже когда настал день битвы при Бадре в этот день Священный Аллах подарил верующим победу Священный Аллах поддержал верующих в этом сражении после того как сражение уже завершилось пророк саллиллаху алейхи вассалям приказал ибн масуд чтобы он взял свое копье и отправился на поле боя находил там тех которые находятся при смерти из числа мушрекинов идолопоклонников чтобы он их добивал тех мушрекинов которые находились при смерти выйдя на поле боя ибн масуд видит как абу джахал раненый находится при смерти опрокинувшись на спину лежит и подойдя к нему ибн масуд забрался на его грудь настолько он был низким что мог забраться ему на грудь помещался на его грудь он он забрался на его грудь и отрубил ему голову ибн масуд отрубил голову абу джахал и рассек ему ухо рассек ухо абу джахал затем он завязал веревкой голову абу джахал и начал ее тащить он ее тащил он не мог ее поднять даже голову абу джахал он не мог поднять он ее тащил притащил ее к пророку алейхи ассамам он поставил ее перед пророком в этот момент рядом с пророком алейхи ассамам находился Джибрил алейхи ассамам который улыбался и он улыбаясь говорил пророку алейхи алейхи ассамам О басанник Аллаха, ухо за ухо, а голова добавок к этому. Джибрил, алейхиссалям, напомнил пророку, сану Аллаху, о том, почему он тогда улыбался, когда Абу-Джахал ударил Ибн Мас'уд. Он улыбался тогда, давая знать, что настанет такой день, когда Ибн Мас'уд отомстит Абу-Джахал. Ибн Мас'уд, он был каллием, судьей в Куфе. Также он был главным над Байт-Уль-Маль, над казной мусульман. Он имел эти две должности при правлении Умара, и при начале правления Усмана. Затем он приехал в Медину, там он заболел. Когда он заболел, к нему пришел Усман, раду и Аллаху Ангу, и сказал, «Маташ-таким, на что ты жалуешься, о Ибн Мас'уд?» Ибн Мас'уд, раду и Аллаху Ангу, ему говорит, «Доноуби, я жалуюсь на свои грехи». Затем Усман, раду и Аллаху Ангу, ему говорит, «Фама таштаги, а чего ты больше всего желаешь?» Ибн Мас'уд говорит, «Магу ферата, я больше всего желаю прощения моего Творца, прощения моего Господа». Затем Усман, раду и Аллаху Ангу, ему говорит, «Аля амру лекаби табибин, не приказать ли мне, чтобы к тебе привели лекаря?» И тогда Ибн Мас'уд говорит, «Ат-табибу амрадани, ведь сам лекарь пожелал, чтобы я заболел». Зачем мне нужен лекарь из творений, когда сам лекарь, сам творец, священный Аллах, пожелал, чтобы я заболел? Тогда Усман, раду и Аллаху Ангу, ему говорит, «Аля аму лека би'ата, не хочешь?» «Я прикажу, чтобы тебе принесли жалование, чтобы тебе принесли дары». И тогда Ибн Мас'уд ему говорит, «Ля хаджа талибиха, нет мне нужды в жаловании, нет мне нужды в подарках». И тогда Ибн Мас'уд, раду и Аллаху Ангу, ему говорит, «Ну, если ты не хочешь, то пусть хотя бы твоим детям после тебя останется». И тогда Ибн Мас'уд, раду и Аллаху Ангу, говорит, «Инни ла ахша алихим фақара, баўда ан алламтухум суратал вақи'а, яқраунаха кулла лейля». Я не боюсь за своих детей бедность, после того, как я их обучил суры вақи'а, которую они читают каждую ночь. Он говорит, Ибн Мас'уд, я слышал, как посланник Аллаха, салалу алейху асалам, говорил, «Манқараа суратал вақи'а кулла лейля, лам тусыбху фақа». Тот, кто читает каждую ночь ссуру «Уа-Ка», его не постигнет бедность никогда. Поэтому мне этого достаточно. Ибн Масмудр также был одним из лучших чтецов Корана. Очень красивым голосом обладал. Поэтому пророк, саллиллаху алейкум, один из дней, ему сказал, прочитай мне Коран. И тогда Ибн Масмудр, разлиллаху ану, сказал, Акрау алейка ва алейка унзель, неужели я буду читать тебе его в то время, как этот Коран был неиспослан тебе? И пророк, саллиллаху алейкум, ему сказал, я люблю слушать чтение Корана от другого. Поэтому читай. И он начал читать, когда дошел до определенного аята, пророка, саллиллаху алейкум, на глазах появились слезы. И пророк, саллиллаху алейкум, сказал, тот, кто желает послушать свежее чтение, такое чтение, которое было при неиспосылании откровения, то пусть, говорит, он слушает чтение Ибн Масмуда. Ибн Масмудр, разлиллаху ану, передает 848 хадисов от пророка, саллиллаху алейкум, Покинул этот свет он в Медине, согласно достоверному мнению, в 33-м или же 32-м году в Хиджин. Ему было более 60 лет, и он похоронен на кладбище Ба-Киа. Да наденит нас священным Аллах баракатом, благом, который исходит от сахабиевым, с подвижником.